Ия Арепина – превосходная и обворожительная актриса. Она активно снималась в советских фильмах 50-60-х годов, причем чаще всего перевоплощалась в значимых персонажей. Зрители не сомневались, что о талантливой Ии Арепиной когда-нибудь узнает весь мир, но все вышло иначе. Актриса лишилась полученного успеха всего лишь из-за громкой ссоры с режиссером, после которой, ей начали давать только эпизодические роли. В статье мы расскажем о непростой жизни восхитительной актрисы, Ии Арепиной. Ия Арепина появилась на свет в 1930 году, в городе Ордатов. Она тянулась к творчеству с самого детства. Обожала петь и пародировать сценки из фильмов перед родственниками. Когда Ия ездила в гости к бабушке в деревню, она обязательно брала с собой большую сумку для того, чтобы положить туда цветы, овощи и зелень с огорода. Возвращаясь домой, девочка пыталась все это продать, чтобы заработать на поход в кинотеатр. Она восхищалась актрисами того времени, и мечтала стать такой же. После окончания школы Ия Арепина отправила свои документы во ВГИК, а вскоре ей пришло письмо с приглашением на вступительные экзамены. Провинциальная девушка почувствовала себя в Москве чужой. Она была одета в старые, местами порванные вещи, толкала прохожих, так как не привыкла к большим скоплениям людей и совсем не понимала, как ей добраться до нужного вуза. Найти в ГИК ей помогла незнакомая девушка, она же посоветовала Ия Арепиной прихорошиться перед экзаменом и дала ей свою косметику. Наша героиня никогда до этого не красилась. Как она вспоминала, я выглядела как клоун. Тонна красной помады на губах, один глаз покрасила в зеленый, другой в оранжевый. Еще сделала хвостики на голове. Посмотрелась в зеркало и подумала, вот это красота. Перед приемной комиссией Ия Арепина выступила с серьезным монологом о матери, но преподаватели не могли сдержать смех из-за ее внешнего вида. Именитый актер Василий Ванин решил взять чудаковатую провинциалку под свое крыло. Однокурсники смеялись над Арепиной. Вместо того, чтобы ездить на учебу как все, студентка просыпалась ночью и пешком шла до вуза просто потому, что не могла запомнить расписание и маршрут нужного трамвая. Однако благодаря этому актриса получила свою первую роль в кино. Ия Арепина пришла в вуз слишком рано и встретила там режиссера Леона Саакова, который поговорил с ней и пригласил на главную роль в своей кинокартине «Степные зори». После того, как актриса снялась в этом фильме, над ней уже никто не смеялся, все начали злобно завидовать. «Степные зори» запретили к показу в СССР, но Ия Арепина все равно стала востребованной. Режиссер советовал своим коллегам работать с актрисой, она очень естественно смотрелась в кадре, талантливо играла, а помимо этого, помогала остальным участникам съемочной команды. С каждой новой ролью Ия Арепина становилась все популярнее и популярнее. Она замечательно сыграла Тоню в картине «Большая семья», Аленушку в Илье Муромце, Марусю в фильме «Борец и клоун», Дунишу «Вхождение за три моря» и, конечно же, главную роль в «Капитанской дочке». После «Капитанской дочки» актриса неожиданно перестала играть большие роли. Дело в том, что на съемках какого-то фильма, режиссер начал к ней приставать на глазах у всей съемочной площадки, на что Ия Арепина отвесила ему сильную пощечину. Так сильно, что оставила ему синяк на пол лица. В итоге этот режиссер распустил среди коллег слух, что Арепина сумасшедшая скандалистка, с которой невозможно работать. Актриса рассказала об этой ситуации, но не назвала имени того режиссера и даже не сказала на съемках какого фильма это произошло. Он сильно подпортил мне жизнь, но не мне его судить. Бог рассудит по справедливости, надеюсь, и говорила актриса. После всех неуместных слухов ее Арепину звали только на маленькие роли. Фотографии в известных журналах, любящие поклонники и постоянные телефонные звонки от мэтров. Всего этого не стало. По праву заслуженный успех резко пошел на спад. Неудачи преследовали актрису и в личной жизни. С первым супругом, оператором Юлием Куном, она рассталась из-за постоянных ссор. Супруг хотел, чтобы она стала домохозяйкой, а Ия Арепина, мечтавшая с самого детства стать актрисой, прекращать карьеру не хотела даже ради семьи. Несмотря на то, что они быстро разошлись, у них успел родиться сын Юлий. Второй брак Ия Арепина заключила с переводчиком Вадимом Мельштейном. Неизвестно по каким причинам актриса не могла от него забеременеть. Но известно, что из-за этого мужчина поднимал на нее руку, думая, что она пьет специальные препараты. Ия Арепина терпела, но на шестом году совместной жизни сдалась, подала на развод. Актрисе было почти 40 лет, когда она начала отношения с парнем, которому едва исполнилось 20. Она не хотела нового замужества, этот роман ей был нужен только для того, чтобы родить второго ребенка. В итоге от этого парня, на свет появилась дочь ей Арепиной, Лада. У Ии Арепиной были плохие отношения с сыном. Актриса недолюбливала невестку и часто лезла в их отношения. Из-за этого сын Юлии запретил ей видеться с двумя внуками, да и сам прекратил с ней общение. Ия Арепина сильно переживала по этому поводу, у нее все чаще случались приступы астмы, которой она болела последние 10 лет. Дочь Лада и внук жили вместе с ней, во всем помогали и следили за ее здоровьем. Ночью в июле 2003 года, у актрисы снова случился приступ. Будить родных она не хотела, решила самостоятельно дойти до лекарств. Но, не дошла. К сожалению, Ия Арепина в этот день ушла из жизни, ей было 73 года. Дорогие друзья, большое вам спасибо за поддержку и внимание, мы это очень ценим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!